Всем привет! Очередной сегодня пришел ко мне ноунейм китаец. Ну, мне многие говорят, что это уже не ноунейм. Blackview называется и модель называется BV9500. Сейчас у них началась какая-то мания по большим батареям, началась мания на защищенные смартфоны. И как раз вот этот Blackview BV9500, он таковым и является. Он толстый, он большой, он защищенный от всего, от чего только возможно. То есть он от воды защищен, он защищен от ударов, огромный такой кирпич, даже есть NFC. Кому-то нравятся такие телефоны, кто-то прям балдеет от того, что у него телефон влагозащищенный. Причем это не IP67, а IP68, более такая защищенная версия, с ним можно даже на глубину нырять. Внешний вид таких телефонов достаточно интересный, такой брутальный прям, много всяких вставок интересных. Вот здесь вставки, задняя крышка сделана из такого пластика, немного прорезиненного. Вот эти края сделаны из алюминия крашеного, каких-то куча кнопок. Вот кнопка какая-то, это кнопки переключения громкости, здесь кнопка включения, еще какая-то кнопка. Здесь сканер отпечатков пальцев, как я понимаю. Ну, многие сейчас так делают, в этом, в принципе, нет ничего удивительного. Две камеры, вспышка. Так, лоток под сим-карты я не вижу, скорее всего, нужно как-то вот эту вот заглушку открывать. Да, есть в комплекте, смотрите, вот такая отвертка. И чтобы вам сюда вставить сим-карту, вам нужно открутить вот эту штуку. И только когда вы открутите два вот этих винтика, у вас открывается доступ к двум сим-картам и к флешке. Помимо телефона в комплекте есть наушники, похожие на AirPods. Есть переходник с microUSB на USB Type-C. Зарядный блок, причем зарядный блок здесь 12 вольт, 2 ампера, то есть это быстрая зарядка. Кабель USB Type-C. Так, еще один кабель, это для подключения каких-то клавиатур, мышек, то есть это OTG кабель. Или для того, чтобы просто зарядить другой телефон от этого телефона. Да, такая обширная комплектация. Есть еще защитная пленка. Ну и здесь у нас инструкция по эксплуатации. И все, больше ничего нет. Кнопка включения находится вверху, имеет такую необычную насечку, как пилочка для ногтей. Телефон не дешевый, поэтому здесь достаточно мощные характеристики. Но об этом я расскажу чуть позже. Сейчас пройду первоначальную настройку. Прошел я первоначальную настройку. Вся система выполнена в таких преимущественно темных тонах. Якобы уже для таких, мне кажется, людей постарше. Кому не нравятся всякие алиповатые разноцветные оболочки. Но если мы зайдем в настройки, то мы увидим, что это все тот же чистый Android. Немного только изменены вот эти вот значки. Шторка тоже, как на чистом Android, только тоже немножко перерисована. Изменена вот эта вот шкала, которая регулирует яркость. Немного изменены сами вот эти значки. Да, еще, кстати, в отличие от чистого Android, здесь нет меню приложений. Когда вы свайпаете вверх, у вас открываются все приложения. Здесь все приложения, как, допустим, на MIUI, они все собираются на рабочие столы. Обновление системы. Попробую сейчас найти какую-нибудь новую прошивку. Конечно, вряд ли он что-то найдет. Да, как правило, такие телефоны очень редко обновляются. И рассчитывать, что на этом телефоне будет новый Android 9, что он в дальнейшем будет обновляться до Android 9, ну, это, скорее всего, такого не будет. По удобству могу сказать, что немножко надо было кнопку включения перенести пониже, потому что до нее не дотягиваешься. Приходится телефону так в руке перебирать, чтобы до нее дотянуться. Ох ты, как здесь интересно. Здесь даже часы на стартовой странице показывают секунды. Тоже я такой первый раз вижу на Android. А вот сканер отпечатков сделан удобно. Как раз под него палец ложится большой, на удобном месте он находится. Ладно, сейчас я вам хочу показать, из чего состоит этот телефон, какие у него внутренности. Ну, вот и загрузилась программа, в которой можно узнать о всех внутренностях телефона. Ну, давайте начнем с центрального процессора. И здесь у нас Helio P23. Восемиядерный процессор с довольно большой частотой 2340 МГц, 16 нанометров. Ну, тут неплохо. Если были бы еще ядра не Cortex-A53, было бы вообще здорово. Отображение. Так, Mali-G71. Видеоускоритель. Ну, такое себе. Сейчас уже Huawei, по-моему, ставит свои новые процессоры Mali-G76, а здесь до сих пор еще Mali-G71. Ну, и по памяти. ОЗУ у нас 4 гигабайта, и внутренней памяти 64, из которых доступно 52. Задняя камера определяется почему-то только одна, 16,4 мегапикселя, передняя камера на 13 мегапикселей. А вообще, знаете, я думаю, людям, которые покупают именно такие защищенные смартфоны, им, наверное, пофигу на камеру, пофигу на процессор. И главное, чтобы была большая батарея, и чтобы был какой-то вот, какая-то защищенность. Самое главное, конечно, что здесь огромная просто батарея, 10 тысяч миллиампер. Причем от этого телефона можно еще заряжать другие телефоны, можно использовать его как пауэрбанк. Плюс здесь энергоэффективный процессор, 16 нанометров. То есть я думаю, что этот телефон при таком экономичном использовании может даже неделю прожить без подзарядки. Интересно еще, как он переживает экстремальные температуры, например, если я с ним выйду в минус 40. Не будет ли он выключаться так же, как iPhone? Сейчас это, конечно, не проверить, у нас начало сентября. Сейчас сижу с этим телефоном, мне приходит какое-то уведомление, и я слышу знакомое уведомление айфоновское. Смотрите, они взяли сюда и скопировали уведомление с айфона. Вот, слышите? Причем они его сделали настолько тихим, другие уведомления гораздо громче. А вот это айфоновское, оно почему-то очень тихое. Видите? Хотя громкость я не менял. И еще у них есть даже собственный рингтон BlackVue. Он тоже очень тихий в сравнении с другими рингтонами. Например, смотрите. Динамик просто мощнейший. И вот этот фирменный рингтон. Почему-то по умолчанию здесь стоят такие рингтоны, такие звуки, они очень тихие. Если кто-то будет покупать этот телефон, вы можете просто не услышать звонок или какое-то сообщение, поэтому я советую всегда менять. Ну вот этот звук, конечно, вообще. И в камере тоже. Довольно быстро фотографируют, смотрите. Прямо как на топовых смартфонах. По камере можно сейчас поговорить. Камера здесь... Как плохо, блин. Опять фейковая. Опять фейковое размытие, как у всех бюджетных китайских телефонов. Там, где ты фокусируешься, там и будет четкость. А в остальном будет все размыто. То есть это никакое не умное боке. Это можно сделать также программно. То есть вторая камера здесь просто для галочки. Видео, конечно же, у нас не 4К. Такие телефоны вообще не умеют снимать 4К. И вряд ли когда-то научатся. Именно такие компании, как Blue, Bua, Kitel. Ну вот эти все ноунейм. Они максимум Full HD сейчас. Максимум, на что они способны, это Full HD. Но при этом у них уже появляется электронная стабилизация. Можно выключить, можно включить. Видеоформат можно даже 3GP выбрать. Это уже совсем древний формат. Никто в этом не снимает. Но по умолчанию стоит современный Impact 4. Давайте сейчас по традиции сделаю пару фотографий. И покажу еще пример видео. Премьер записи видео на BV9500. Это сейчас включена еще стабилизация электронная. Фокусировка не особо работает. Вот MacBook Air 2015 года. Погода за окном. Дождь, дождь, дождь. Весь день дождь. На улице никого нет. Все засели дома. В теплых квартирах. Ну и давайте я еще, наверное, попробую Antutu запустить. Все-таки посмотреть, сколько этот процессор выбивает баллов. Я думаю, за соточку он должен набирать. Неа, чуть-чуть не удалось. Короче, 92 тысячи он набрал. Но до сотки не дотянул. Оставлю ссылку в описании, где можно приобрести вот такого вот монстра. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.